На охрану лесов и тушение пожаров в этом году Хабаровский край получит 560 миллионов рублей с федерального бюджета. Это на 180 миллионов больше, чем в прошлом сезоне. Рост финансирования позволит специалистам краевой авиалесоохраны усилить авиамониторинг. Подробнее о подготовке к пожароопасному сезону расскажет Дарья Небора. Официально пожароопасный сезон в Хабаровском крае начнется 30 марта. В этом году финансирование на тушение лесных пожаров увеличено. Деньги позволят нанять больше сезонных спасателей, арендовать дополнительные самолеты и вертолеты. Однако конкурс на выполнение работ до сих пор не завершен. Проведено 7 процедур торгов на 11 возмущих судов, заключены контракты с поставщиками услуг. По 4 годам аукционные процедуры продолжаются вследствие невыхода на аукцион поставщиков услуг из-за повышения стоимости топлива. Готовность к пожароопасному сезону обсудили на совещании в правительстве региона. В нем приняли участие специалисты МЧС, профильных министерств. По видеосвязи выступили главы районов. По информации краевого МЧС, в прошлом году муниципалитеты подготовились к пожарам плохо. В 40 населенных пунктах были неправильно выкопаны противопожарные минерализованные полосы. Более 3000 раз спасатели выезжали на тушение мусора и сухой травы. При этом водоемы и пожарные гидранты есть не везде. Из 8470 водоисточников в неисправном состоянии находится 1225, что составляет 14,5%. В 12 населенных пунктах вовсе отсутствуют источники наружного пожаротушения, что в случае даже незначительного возгорания затрудняет действия пожарно-спасательных подразделений. Готовится в край и к весеннему паводку. Неоднозначная ситуация сложилась в Бикинском районе. Сейчас через реку Бикин проводится реконструкция железнодорожного моста. Рабочие пересыпали русло реки. Под угрозой оказалось безопасное вскрытие льда. Река Бикин скрывается в 2 декаде апреля месяца. Мы не рассчитываем до 30 марта, в том числе, у нас, если можно, и нам сотрудничать с нашим графиком. На объекте установлен контроль за работой подрядных организаций. Также глава Бикинского района попросил представителей краевого правительства в случае весеннего паводка помочь району техникой. Для откачки воды с подтапливаемых участков предоставить две мотопомпы и дизельную насосную установку. Технику пообещали доставить. Дарья Небора, Андрей Цой, телеканал «Губерния».